В ожидании 1 сентября. Школа готовится к работе в режиме пандемии. Как организуют учебный процесс? Уроки, конечно, будут начинаться в разное время. Помогли собраться в школу. Добрая традиция последних дней лета. Будущим школьникам подарили портфели и канцелярские принадлежности. Приятно, пусть пригодится. Общий праздник – День Республики и столетие ТАССР. Альметьевцы желают родному краю процветания. Поздравляю с этим праздником. Об этом в сегодняшнем выпуске в эфире новости Альметьевска в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Школа Альметьевска готовится начать учебный год в новых условиях. Пандемия внесла коррективы в образовательный процесс. В каком режиме будут обучаться школьники? Какие требования придется соблюдать учителям? И как будут проходить занятия? Диана Янтимирова узнавала, как идет подготовка к обучению после длительного дистанта. При входе в школу обязательно измеряем температуру. Затем записываем температуру каждого ребенка. Если нет температуры, обрабатывают руки и проходят. Родителям вход в школу будет запрещен. Классные руководители сами выйдут к ним, если в этом будет необходимость. Три входа открытых будет у нас. Уроки, конечно, будут начинаться в разное время, чтобы звонки были для каждой параллели по-разному. В связи с новыми правилами вместе с графиком изменится и работа учителей. Между уроками по школе будут передвигаться в основном учителя, а не дети, как это было принято раньше, до пандемии. В 7 утра дети будут приходить в школу, а первый звонок будет звенеть в 8 утра. Массовых мероприятий в этом году не будет. Такие требования Роспотребнадзора. Но актовый зал хорошо подойдет для лекционных занятий, таких как история или общество знания. Здесь есть возможность соблюдать социальную дистанцию, рассадив учащихся. Будет пустовать и спортзал, в нем уроки будут проводиться реже, чем обычно, только в плохую погоду. В остальное время школьники будут заниматься физкультурой на улице. Несмотря на ограничения, учителя с особым чувством ждут новый учебный год. Ведь детей в течение полугода видели только на экранах телефона и компьютера. Мы с марта месяца учились на дистанционном обучении, очень соскучились по детям, а не по нам, потому что многие звонят и просят вернуть, пожалуйста, нас в школу. Мы очень ждем наших детей. Для всех преподавателей будет действовать масочный режим. По школе расставят санитайзеры. Несмотря на трудности, педагоги уверяют, пребывание в школе они постараются сделать максимально уютным, а обучение комфортным и безопасным. Диана Янтимирова, Тимур Туманов, Альмитиск ТВ. И еще на тему нового учебного года. В Альмитиске продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Каждый год предприятия и организации помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В преддверии сентября они вручают рюкзаки с канцелярскими принадлежностями будущим первоклассникам. Моя коллега Лиса Новзалова расскажет подробно. Вручаем портфель Максиму, дарим наши аплодисменты. Скоро эти ребята впервые пойдут в школу. Чтобы помочь родителям первоклассников со сборами, каждый год в городе проводят благотворительную акцию «Помоги собраться в школу». На этот раз в парке здоровья 10 будущих учеников получили портфели с канцелярскими принадлежностями. Также для ребят провели мастер-класс. На акцию пришла и Рузалия Фатхудинова. Она уже все подготовила к началу учебного года. По подсчетам мамы, на сборы одного ребенка нужно около 20 тысяч. И хоть учебный год впервые начнется в непривычных условиях, в семье Рузалии готовы к непредвиденным сложностям. Закупили ноутбук для дистанционного обучения. Если необходимость появится, то уже будем учиться дома. Около 20 тысяч ушло на подготовку к школе и у Надежды Колпачиковой. Закупать необходимое в семье начали за несколько месяцев до сентября. Но рюкзак лишним не будет, говорит мама. Приятно. Пусть пригодится не в этом году, а в следующем. У нас еще на подходе близняшки две девочки. Как бы нам помощь никогда не помешает. Мероприятие организовало управление образования. А благотворители, предприятия и организации, которые оказывают поддержку многодетным и малоимущим семьям. Впервые акция «Помоги собраться в школу» в Татарстане прошла 13 лет назад. 30 августа в Татарстане день республики. В этом году дата знаковая. Татарстанцы отмечают 100-летие образования ТАССР. Важная веха для всего региона и жителей. Альмейтицы в честь даты пожелали родному краю благополучия и процветания. Поздравляю Татарстан! Татарстан и процветание. Татарстан, конечно, у нас сейчас очень даже красивый. Что в Казани, что в Альмейске. Вообще везде, везде. Радуюсь, что я родилась именно в Татарстане. Радуюсь тому, что я являюсь сама татаркой, то есть национальностью и своей республики живу. Живу и радуюсь. И всем желаю огромного счастья в нашей необъятной, прекрасной республике. Благополучия, хорошей жизни, чтобы у нас всегда был мир. И все. А остальное все наладится, само по себе будет. Крепкого здоровья, благополучия, мир на земле, миленький, чтобы всем было жить хорошо. Всех от души татарстанцев поздравляю с этим праздником. Желаю всем здоровья, благополучия, самое главное. В центре социального обслуживания опека прошел день открытых дверей. Пригласили семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Они смогли ознакомиться с услугами, которые бесплатно предоставляют психологи и соцработники. Здесь дети могут заниматься регулярно в сенсорной комнате и в развивающем кабинете леготека. По словам психологов, такие занятия способствуют реабилитации детей. В этих кабинетах мы проводим именно занятия с детьми, с родителями. Именно психологические консультации, диагностики, тренинги, занятия. У нас также занятия проходят и индивидуально, и групповые. Уже у нас идут как по возрастам. Младший школьный возраст, и старший школьный возраст, и средний возраст. В опеке на учете состоят 119 семей с детьми-инвалидами. Всего в городе 708 семей, где воспитываются особенные дети. Чтобы начать работу с психологами центра, нужно позвонить по телефону, указанному на экране. В Альметьевске завершился ремонт на территории мусульманского кладбища номер 6. Там проложили новую дорогу и оборудовали стоянки для машин. Представители местного совета Аксакалов рассказали, что это первая большая реконструкция за четверть века. Теперь старейшины ищут возможность провести на территорию уличное освещение. В сюжете расскажем подробно. Около кладбища номер 6 собрались представители местного совета Аксакалов. Недавно здесь завершился ремонт территории. Проложили дороги вокруг и внутри кладбища. Сделали парковки. Работы выполнило городское управление автомобильных дорог. Деньги на это выделила компания «Татнефть». Это мероприятие посвящено прежде всего в качестве благодарности тем людям, которые провели вот такую благоприятную, всем полезную работу. Кладбище было открыто 25 лет назад. За это время благоустройства здесь не было. Об этом старейшины рассказали главе Альметьевского района на празднике Курбан-Байрам. Тимур Нагуманов прислушался к их мнению и спустя 7 дней на территории начались работы. Весной, когда мы своей жене похоронили, 20 февраля, тогда осень грязный был, там калья было. Невозможно, машину оставили там на асфальте, на трассу. Когда человека провожают последний путь, ну, дорога должна быть такая, хорошая. Теперь местный совет Аксакалов ищет возможность провести на территорию уличное освещение и надеется в будущем организовывать здесь чтение особой молитвы. Будет определенное установлено здесь время, будет приходить хазрат с центральной мечети и читать за усопших. То есть мы с каждым годом все активнее и активнее в этом отношении будем работать. Лиса Навзалова, Ишат Бахтиев, Альметьевск ТВ. 28 августа в Татарстане диагноз COVID-19 подтвердился еще у 28 жителей. Один из них является завозным, остальные контактировали с инфицированными. Четыре человека госпитализировали, 24 лечатся дома. Общее количество заболевших достигло 6224 случаев. За все время пандемии выздоровело 5235 человек. Из них 13 за последние сутки. В Альметьевском районе за прошедший день не выявлено новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии вирус в нашем городе был подтвержден у 82 человек. В Альметьевске стартовал традиционный турнир по хоккею среди команд высшей хоккейной лиги, посвященный Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 27 августа на льду Дворца спорта «Юбилейный» нефтяник встретился с пермским молотом Прикамье. Первый период закончился со счетом 2-0 в пользу альметьевской команды. Во втором периоде соперники уменьшили отставание. Счет составил 4-1. Почти до конца третьего периода информация на табло не менялась. В итоге матч завершился со счетом 4-2 в пользу альметьевской команды. В этот же день прошла игра между пензенским «Дизелем» и нефтекамским «Торосом». Матч закончился со счетом 3-0 в пользу «Пензы». И сейчас идет матч между «Дизелем» и нефтяником. В субботу пройдут еще две игры. В 12.00 молот Прикамье встретится с «Дизелем», а в 17.00 нефтяник с «Торосом». И о погоде на предстоящие сутки. 29.00 августа в Альметьевске будет малооблачно. Ночью ожидается дождь в днем с грозами. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, днем плюс 25. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. 30.00 августа прогнозируется облачная погода. Ночью обещают дождь с грозой, днем без осадков. Ветер западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, днем плюс 22. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. На сегодня это все новости. Если вы хотите больше, заходите на наш сайт. Там есть полные выпуски наших передач и оперативная информация с места событий. А если вы хотите поучаствовать в съемке сюжета, звоните и пишите нам в WhatsApp и в соцсети. А в Инстаграме и ВКонтакте наши новости выходят в прямом эфире. Смотрите их в 19 часов. До скорых встреч в эфире.